МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 19 преступлений в крупном и особо крупном размерах за год о работе подразделения экономической безопасности рассказали в Саровском УВД. Ужин дураков в Саровском драматическом театре премьера. Пальчики оближешь. Конкурс поварского мастерства прошел на базе Саровского соединения Росгвардии. Далее расскажем по всем подробно. В марте в России отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники ОБЭП ведут борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями, надежно обеспечивая экономическую безопасность государства. О работе Саровского подразделения расскажем в нашем следующем репортаже. Взятки, откаты, превышение должностных полномочий, коррупция, растраты, налоговые преступления. Все эти дела находятся в ведении отдела экономической безопасности. Материалы попадают к сотрудникам разными способами. В первую очередь это, безусловно, заявления граждан, которые к нам попадают в рамках регистрации этих сообщений либо заявлений в книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях. Но основной пласт деятельности, которым занимается служба экономической безопасности, она связана с оперативной работой. Безусловно, это работа с так называемым спецаппаратом, работа с агентурой, проведение инициативных мероприятий, которые связаны с выявлением хищений в той или иной сфере. За 2022 год отдел экономической безопасности выявил 19 преступлений в крупном и особо крупном размерах. В первую очередь они касались сферы обороны промышленного комплекса, финансово-кредитной системы и жилищно-коммунального хозяйства. За последние несколько лет, начиная с 2020 года, это преступления, которые связаны с хищением денежных средств, предназначенных для капитального ремонта, которые можно приравнять, на мой взгляд, к бюджетным денежным средствам, поскольку это деньги жителей, которые с большим трудом для многих достаются. Часть этих дел уже направили в суд. Уголовные дела в сфере ЖКХ еще раз следуются. В отделе экономической безопасности работают 7 человек. Самый молодой сотрудник, Александр, присоединился к коллективу 2 месяца назад, пока он проходит стажировку. Сейчас все мои обязанности – это помощь с документами, получается, помощь в осуществлении ОРД. На своем выборе не пожалел. Коллектив прекрасный. Как я и планировал, загруженность есть, но умеренная. Как мне нравится эта экономическая сфера, то мне все интересно. Сотрудники ветераны органов внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, в марте отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполнилось 86 лет со дня образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. Общегородское родительское собрание пройдет в актовом зале администрации 28 марта. На встрече обсудят вопрос конкурсного отбора и приема в пятый класс и лицеев и гимназии в новом учебном году. На собрание ждут родители учеников четвертых классов общеобразовательных организаций. Начало в 18.00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 29 марта в Саровском роддоме состоится день открытых дверей. Гостей познакомят с работой отделения, покажут родблок, послеродовое отделение. Расскажут о возможностях оказания медицинской помощи маме и ребенку, о новейших технологиях введения родов. Специалистам можно будет задать любой интересующий вопрос. Записаться можно по номеру 60461 с 10 до 15 часов. Карантин по бешенству животных ввели в 16 районах Нижегородской области. Специалисты выявляли опасное заболевание у диких и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Только в марте бешенство нашли у двух кошек, одной собаки и двух лисиц. Очаги инфекции обнаружились в Чекаловском, Богородском, Сеченовском и Княгининском районах. В Саровском драматическом театре премьера спектакль «Ужин дураков» по пьесе Франсиса Вибера поставил московский режиссер Николай Коробов. Историю о том, как важно слушать и слышать другого, зрители увидят 25 марта. Идеи и смыслы нового спектакля накануне премьеры наша съемочная группа обсудила с режиссером. Имя Франсиса Вибера знакомо многим. Ни одно поколение жителей нашей страны выросло на его фильмах. Папаша «Невезучая игрушка» с успехом шли в советском прокате и до сих пор собирают зрителей перед экранами телевизоров. Пьесы Франсиса Вибера пользуются большой популярностью и у театралов, собирая полные залы. В нашем театре тоже решили отдать дань уважения творчеству французского сценариста, поставив спектакль «Ужин дураков» по его пьесе. Самая главная мысль, которая лежит в основе новой постановки, о том, как важно слушать и слышать друг друга. Хотя бы услышать. Слышать – это уже большая работа внутренняя. А хотя бы услышать о том, что говорит человек, который напротив тебя находится. Неважно, не в семье, в друзьях, в прохожих. Просто услышать и эту точку зрения принять другого человека. Сам Николай Корбов познакомился с творчеством Франсиса Вибера через его фильмы. В том числе смотрел «Ужин дураков», в котором французский сценарист выступил и в роли режиссера. Блестящая комедия увидела свет в 1998 году и завоевала несколько Сезаров – Национальной кинопремии Франции. Но даже если вы видели фильм и знаете сюжет, спектакль в Саровском театре преподнесет несколько сюрпризов. Мы расставили чуть другие акценты, нежели в фильме. Мне кажется, более серьезные, более даже смешные. Все-таки фильм был снят очень давно, и тогда человечество думало по-другому, по-другому жило в других состояниях. Сейчас, конечно, все гораздо быстрее, и все быстрее все это происходит. В центре истории – противопоставление людей двух разных статусов, жизненных ценностей. Издатель Пьер Брашар, его в спектакле играет Руслан Шигуров, представитель богемы, интеллектуальной элиты. Он живет в роскошной квартире с красавицей женой и не отказывает себе в удовольствии посмеяться над более низким сословием. Его очередной жертвой становится Франсуа Пиньон, над которым, кажется, жизнь и так посмеялась вдоволь. Одиночество, некоторая инфантильность поведения, рутинная работа и нелегкая жизнь вообще. Это очень хороший материал. Во-первых, это актерский материал. Я надеюсь, что вы это увидите. Мне очень нравится всю историю и со зрителем разговаривать только через актера. Не через декорации музыки, а именно через тех персонажей, которые играют, актеров, играющих персонажей, эту историю, эти состояния. Премьера спектакля 25 марта. Увидеть новую постановку зрители смогут и в апреле. Для лиц старше 18 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей. Саров-24. Конкурс поварского мастерства прошел на базе Саровского соединения Росгвардии. Во втором этапе состязания участвовали лучшие специалисты из подразделений Приволжского округа. Сарова, Казани, Ижевска, Воткинска, Перми и Кирова. Повара представили на суд жюри обед из нескольких блюд. О пекаре, хлеб и каравае. В столовой Саровской дивизии Росгвардии витали многочисленные аппетитные запахи. А на столах у поваров разворачивалась настоящая кулинарная магия. Быстрые и точные взмахи столовыми приборами, профессиональные приемы и элементы. На втором этапе традиционного конкурса поварского мастерства на базе Саровской воинской части команды-участники готовили обед, состоящий из основных блюд. Закуски первого и второго. Мы сегодня готовим борщ, пюре, печень запеченную в сливках, драники, сырники, также грибы, шампиньоны запеченные и компот. По меню у нас идет первое блюдо, у нас идет суп деликатесный, на второе у нас идет мясо в филе грудинки со сложным гарниром, на холодной закуске у нас предоставляется салат греческий, десерт, бутерброды из печени курины и горячая закуска у нас в жилье. Для специалистов продовольственной службы Росгвардии выдали одинаковые наборы продуктов. В процессе приготовления еды повара должны были соблюсти определенную громовку из расчета на 10 человек. Также участники соревновались в стрельбе, а капитаны команд показывали свою физическую подготовку и сдавали теорию. За эти испытания военные повара получали дополнительные баллы. В конкурсе поварского мастерства участвовали лучшие специалисты из подразделений Приволжского округа – Сарова, Казани, Ижевска, Воткинска, Перми и Кирова. Первый этап они проводили в своих воинских частях, выявляли самых лучших соответственно. И на данном этапе представлены самые лучшие специалисты продовольственной службы Приволжского федерального округа. На данном этапе представлены у нас три команды. В состав команды входит капитан команды, это начальник продовольственной службы воинской части, два повара и два пекаря. Для того, чтобы приготовить обед, кулинарам дали 4 часа. В это же время пекари в течение 6 часов выпекали хлеб и кровай. Второй этап соревнований рассчитан на несколько дней. За это время повара должны продемонстрировать свое умение, вкусно готовить и в полевых условиях. Здесь очень хорошая база Саровского соединения. Он ежегодный и каждый год проводят данные соревнования, чтобы увеличить, соответственно, их, заинтересовать наших поваров. У них проявляется интерес, они набираются опыта, тоже, соответственно, делясь между собой определенной информацией. Лучшие участники поварского состязания войдут в состав команды, которая представит Приволжский округ на всероссийском этапе на базе Пермского военного института. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. Видеоролики, фоторепортажи, компьютерная графика, анимация, презентация и эссе. Более 200 работ из 30 городов и сел со всей России прислали на 4-й фестиваль медиатворчества школьников «Свободный стиль». В этом году его тема «Наследники традиций» определили лучшие работы и назвали победителей призеров на сцене детской школы искусств номер 2. Подробности далее. 30 городов-участников из разных уголков страны, 50 медиастудий приняли участие в открытом городском фестивале медиатворчества «Свободный стиль». С каждым годом география проекта детской школы искусств номер 2 растет. На церемонию подведения итогов в наш город приехали учащиеся из Нижнего Новгорода и Бора. Закрытый атомный город многих впечатлил. Открытия начались прямо с самого приезда КПП. Как будто приезжаешь в какую-то свою страну, вообще в другое место. С своими правилами, с своими традициями и своей историей. Нам рассказали про то, как сам город образовался, благодаря чему, как он переименовывался. Нас окунули в эту историю, в эти традиции. Посетили храм. Очень классный город, богатый историей и людьми. Люди тут очень хорошие и добрые. Подготовили для гостей города не только культурную, но и образовательную программу. У участников фестиваля была возможность познакомиться, обменяться опытом и узнать что-то новое. Каждая медиа-студия обладает своим неповторимым стилем, который прививает воспитанника. Мы представляем направление музыкальной журналистики. И главной фишкой является то, что главным героем в наших программах является музыка. У нас есть несколько программ «Музыкант», в которых есть несколько рубрик. Мы рассказываем о музыке, о известных композиторах, мы рассказываем о интересных инструментах. Тема фестиваля в этом году – «Наследники традиций». Работы присылали в пяти номинациях в разных возрастных группах. Видео, фото, компьютерная графика, анимация, презентация. И впервые с этого года фестиваль открыл прием эссе. Награждали призеров и победителей члены жюри. Для гостей праздника подготовили яркую концертную программу с музыкальными народными композициями. Со сцены в адрес участников звучали слова поддержки и благодарности. Особые слова благодарности мне хочется сказать нашим участникам, замечательным юным школьникам, тем ребятам, мальчикам и девочкам, которые представили на наш фестиваль свои работы, которые трудились, которые вкладывали свои силы, энергию, творческие вдохновения для того, чтобы все мы увидели эти замечательные результаты. Ребята, вы большие, молодцы. Спасибо вам огромное. В конце церемонии участники сделали фотографии на память о фестивале. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. Автокресло детям. Профилактическую акцию для саровских водителей провели сотрудники ГИБДД совместно с учениками 10-й школы. Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения. Обязательно перед поездкой пристегиваться самим и пристегивать своих детей. А также раздали тематические буклеты. Водитель, будь осторожен. Сотрудники ГИБДД не только следят за безопасностью на саровских дорогах. В их полномочия также входит профилактическая работа. Они напоминают участникам дорожного движения о тех правилах, которые могут спасти их жизни. По статистике, каждое седьмое ДТП происходит с участием детей. Снизить смертность и риск получения травм при дорожно-транспортных происшествиях помогают детские автокресла. За последние несколько лет в России на 17% сократилось число раненых в результате ДТП детей. На 30% снизилась смертность и на 15% тяжесть полученных травм у детей. Регулярно сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о важности использования автокресел для юных пассажиров. На территории Нижегородской области проводится операция автокресла детям. В связи с увеличением количества дорожных транспортных происшествий, в которых именно следственные повреждения получают дети, которые находятся в транспортном средстве без детского удерживающего устройства. К акции присоединились и саровские сотрудники ГИБДД. Вместе с учениками 10-й школы они напомнили водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства. Ученики призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, обязательно перед поездкой пристегиваться самим и пристегивать своих детей, а также раздали тематические буклеты. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Евгений Ивашинга, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова